Всем большой-пребольшой привет из вкусного, полезного Прованса! Вы на канале Элина Франц. Что я сделаю? Я сегодня делаю фруктовое пюре. Владислав у меня обожает фруктовое пюре. И я решила, что сегодня я приготовлю его сама, чтобы не покупать пластиковые баночки. Из чего я делаю фруктовое пюре? Я делаю из яблок. Мой сын любит корицу и сливы. Сейчас я добавлю еще апельсиновую эссенцию для вкуса. Можно добавить ваниль. Французы что только не добавляют. Можно добавить сухофрукты, когда будете перемешивать для сладости. Но в принципе, если яблоки уже сладкие, то ничего не нужно добавлять. Так что я люблю делать или в духовке, или вот сегодня я делаю сразу два блюда. Так, мне нужно было приготовить тыкву. Я готовила тыкву на пару не в мультиварке, а виталезер, это пароварке. В пароварке, в моей пароварочке. Потому что сохраняется больше полезных ингредиентов. Что я из тыквы буду делать? Из тыквы буду делать панкейки, из тыквы буду делать запеканку. Запеканки есть на канале Худеем по-французски сильно на франц. Панкейки есть, но не тыквенные. Может быть запишу рецепт, посмотрю, если будет время. А пюре, в принципе, может быть половину оставлю кусочками на пирог, на начинку. И остальное просто-напросто. Или он любит кусочками также. Александр особенно любит кусочками. Может просто раздавить вилкой, а можно все перемолоть в миксере. Так что, как можно меньше переработанной пищи. Тогда ваше здоровье будет на высоте, энергия. И ваш кишечник тоже скажет большое спасибо. Тем более сейчас сезон яблок, груш, тыквы. Берем только сезонные овощи и фрукты. Нужно срочно отключать мои кукурузные булочки. Сегодня для канала Худеем по-французски Селена Франц записывала рецепт хумуса. Хумуса с тыквой. Необычного хумуса. Очень-очень вкусного. Посмотрите обязательно. И думаю, нужно же испечь еще и кукурузные булочки. Нашла рецепт. И смотрите, какая красота. Вау. Булочки прям мягкие-примягкие. А пахнут-то как. Все. Отключаем. Вау. Я думаю, что это будет очень вкусно с хумусом. Они, кстати, на сливочном масле. Так что, объедение. Первый раз делаю этот рецепт. Смотрите, какое у нас сегодня небо. Александр там нашел раскопки. Кто-то чернокопатель искал с металлоискателем и все выкопал. И оставил. Думал, что, наверное, монеты. Но там прозвенело. Там просто вон. Ну, он разбирается в этом, когда это звери, когда это чернокопатели. А, ой. Или сортипляшос. Видите, он все вытащил. Или отмылетел. Ой, бабушка, сыпали монеты. Да, нас поймой. Вот так вот. О, Александр работал ночной. Но его сегодня не очень много вызывали. Поэтому ему поставили спорт с утра до обеда. И вот у нас вот такой спорт на ветру. Идем в горы. Прогулялись. Так приятно. Возвращаемся домой. Александр тут. Возвращаемся домой. Здесь мы видели змею. Здесь мы видели змею. Молодец. Вот так мы говорим по-русски. После обеда забежала в магазин и купила все, что нам необходимо. Нам нужны были яйца. Ой, у нас появились био-яйца марки Интермарше. Это замечательно. Потому что у нас 6 яиц стоило 3,75. А вот эти стоят 2,52. Поэтому вот, посмотрите, 6 яиц, 2,52. Купила яйца. Затем Владислав попросил ферментированную нарезку. Жампун Курю по-французски. Как выбирать, девочки? Спросили. Вот смотрите на ингредиенты. Может быть нарезка очень красивая. Но в ингредиентах будет, наверное, 8 ингредиентов. И там обязательно будет нитрит, нитрат и всякие ошки. А здесь жампун Де Порке. Это мясо свинины и соль. Больше ничего нет. Вот такой жампун можно покупать. 2,20-80 грамм. Я его уже вам показывала. Может быть он не всегда есть, потому что его французы разбирают. Буду делать блюдо из индейки. Гаспачо. Поэтому купила индейку. Здесь 329 грамм, 13,49 килограмм. 4,44. И Александр заказал риет. То есть это риет из курицы без консервантов. Я его проскранировала. Ингредиенты хорошие, девочки, кто живет во Франции. Единственное, что показывает медиокр. Почему? Потому что, конечно, соль. Сейчас посмотрим, сколько соли. Можно самим делать. У меня есть рецепт, как сделать паштет из курицы. Ну, чтобы не заморачиваться, можно иногда и купить. Да. Соли 1,1 многовато. И из-за соли показывает, что так себе. Но зато нет ни одной, никакой плохой добавки. И достаточно большая коробка. А сколько она стоит? 2 евро. Александр стоит на полках, где свежие продукты. То есть не там, где консервы, а вот где прямо свежие продукты. Александр очень любит с яичницей утром. Это очень вкусно. Поэтому вот такие у нас сегодня были белки. У меня были сегодня белковые покупки. Показываю нашу вкусную тарелочку на обед. Кстати, вкусная, правильная и очень-очень бюджетная. Итак, из клетчатки у нас свежая свекла и морковь. Наш любимый осенний салатик. Сегодня я добавила зиру, кумин. Можно добавить любые орешки или можно добавить тыквенные семечки. Здесь у нас 2 столовые ложки хумуса, который я делала на канале Худеем по-французски Сельна Франц. Хумус у нас с пастой тахини и с готовой тыквой. Посмотрите обязательно. Это, как говорят французы, делис. То есть это очень-очень вкусно. И сегодня я приготовила киш. Киш со спинатом. Киш мы любим теперь делать в лаваше. В рап по-французски. Здесь у нас яйца, мягкий творог. Сыр моцарелла, немного томатной пасты и у нас, так сейчас вспоминаю, шпинат. Рецепт тоже есть. Так что у нас все как нужно. Клетчатка, правильные жиры, оливки ферментированные, специи для вкуса. Здесь у нас углеводики с жирами. И здесь белки и также углеводы. Нам приятного аппетита. Подписчики меня спрашивали про шампунь, который дерматолог прописал Владиславу. Показываю еще раз, мои дорогие. Вот этот шампунь. И смотрите, какая маленькая бутылочка. И до сих пор он его использует. Потому что нужно использовать два раза в неделю. Или один раз в неделю. Нужно мне у него уточнить. Это зависит от вашего доктора, что он вам прописал. И он по-настоящему помогает. Вот он уже его закончил. И больше ему покупать этот шампунь пока не нужно. Что касается крема, то ему тоже очень хорошо помогает этот крем. Он его не наставляет на ночь. Потому что, в принципе, мне кто-то написал, лучше его оставлять на ночь, чтобы подсыхали все высыпания. Но если вы его оставляете на ночь, то потом будут просто-напросто ожоги. Поэтому будьте осторожны. Я один раз попробовала, у меня прыжкачил. И у меня осталось потом пятно, которое очень долго шелушилось. Поэтому здесь оставляешь всего на, не знаю, насколько здесь написано, на сколько минут. Совсем ненадолго. И что касается таблеток, которые она ему выписала, цинк он пропил. Цинк ему очень хорошо помог. А вот таблетки в виде антибиотиков он еще до сих пор не начал. И не знаю, начнет или нет. Потому что, может быть, они ему и не пригодятся совершенно. Тем более, я посмотрела, что там такие достаточно серьезные таблетки. И нам бы они совершенно не нужны для микрофлоры кишечника. Поэтому вот вам все рассказала. Все он почти уже заканчивает. И вот эти средства ему помогли. Ну, а потом все зависит от возраста, от питания, от образа жизни. И от микрофлоры кишечника. Красотка у нас продолжает цвести. Выпустила новые листочки. Смотрите, какая зеленая. Мне нравится, когда переходит в зеленый цвет. Так необычно. Белая с зеленым. И вы мне спрашивали про мою свекрошу. Я, кстати, такая сегодня вся в полосочку. Вы спрашивали, Даниэль вернулась из Испании? Да, вернулась из Испании. Очень ей понравилась поездка со своей подругой. Они были в Розаси. Снимали отель. Они снимают этот отель всегда. Если вам будет интересно, я спрошу. Им очень нравится этот отель. Прям выходит на набережную. И в этом отеле спа, и парковка. И брали они только завтрак, который включен. А потом они уже так гуляли, ходили по городу. В принципе, там объявляли достаточно плохую погоду. Должны были идти дожди. Ну, дожди шли во Франции, а в Испании было прям замечательное солнце. Единственное, что она сказала, что были сильные ветра. Очень хорошо отдохнула. Мы ее еще даже после поездки не видели. Она у нас такой любитель походить по базарам, по магазинам. Полностью расслабились, нагулялись. Даниэль, конечно, со своими коленями не может сильно ходить. У ней были операции на колени. Но все равно, она говорит, отдохнули просто замечательно. Народу сначала было немного. Но так как потом начались детские каникулы, у нас уже первая неделя детских каникул. И эти каникулы во всей Франции одинаково. Я вам рассказывала, что смотрю на птиц. В принципе, во Франции все каникулы такие большие, разделены на зоны, чтобы не все сразу ехали на каникулы. А вот эти каникулы Тусен, то есть осенние каникулы, они у всех вместе. И она говорит, приехали в Испанию достаточно много туристов французских. Хотя по телевизору говорят одно, а на самом деле совсем происходит другое. Поэтому телевизор можно не смотреть. Сказали, что у французов нет денег, и они никуда на эти каникулы совершенно не поедут. И везде много народу. У меня сейчас сестра в Баркаресе, так она говорит, тоже достаточно много, не в Баркаресе, а в Порт-Пикат, тоже говорит, достаточно много туристов. Приехали, и есть народ. И Домиэль сказал, что в Розав тоже отель последний день, он был полный. Приехали с детьми вот именно на каникулы. Поэтому для французов каникулы, каникулы это святое. Ну и сейчас она уже доехала. Скорее всего там разбирает покупки. Она всегда любит что-нибудь вкусненькое привезти из Испании, потому что Испания для нее это прям, не знаю, какую страну она больше любит. Мне кажется, Испанию она даже больше любит, чем Францию. И мы сейчас немного отдохнем. Мы обязательно с ней увидимся, как только будет возможность. И я у ней порасспрошу, чем они там занимались. Я знаю, что ходили в спа, делали покупки. Тем более сейчас в Розасе вот эти маленькие магазинчики. Они на осенне-зимний период закрываются многие и делают распродажи. Делают распродажи. Она говорит, цены, конечно, в Испании дешевле, чем во Франции. Особенно в ресторанах на продукты питания. Она посравнивала, говорит, повысились чуть-чуть, но все-таки дешевле. Бензин она сказала, что тоже в Испании. То он повышался и был дороже, чем во Франции. А сейчас она говорит, что в Испании все-таки бензин дешевле. И что еще она мне рассказывала? В принципе, прислала замечательные фотографии. Я вам обязательно вставлю. В прошлый блог я забыла вставить. Надеюсь, что в этот я вставлю. Как они там с подругой в ресторан ходили. И заказывали замечательную паэлью. С лобстером, кажется, даже заказывали. Я говорю, ну вы гурманы. Да, но у меня свекровь. Какая она? Какой гурман? Она без десерта не живет. Вообще. Для нее десерт это святое. Она не пьет кофе, она не пьет алкоголь, черный чай. Но десерт для Даниэль это самое лучшее. Она может поесть два десерта и ничего другого не есть. Да, так что так, вот так, мои хорошие, ответила на ваш вопрос про свекровь. Поэтому она довольна. И я думаю, что теперь постепенно она будет выезжать и выходить куда-то со своими друзьями. Первый год был очень-очень трудный, когда ушел Ливьян. И постепенно все-таки жизнь возвращается на круги свои. И постепенно она начинает жить, но уже не совершенно другую жизнь, но все-таки ее жизнь. Надо продолжать жить. Также я забыла ответить на вопрос. Мне одна моя подписчица, почему показываю работу Александра. Он сегодня снова в начатую был, он так что сидит, зевает. Вызывали ночью, теперь он... Букву де траваи? Да. Да, вот. И ты на пале, как это называется, шаблон? Мы с ними разговаривали. С ними разговаривали. У меня одна подписчица говорит, Лена, можете нам выслать шаблон, если правильно это называется, вот для дерева, чтобы тоже делать. Родственникам или, не знаю, вот это... Так, сейчас неправильно скажу, генеалогическое, да? Всегда ошибаюсь. Женеологик по-французски. Дерево. И я у Александра спросила, если подписчица меня смотрит, потому что я не ответила, сказала, что узнаю. У него нет вот этого пустого шаблона, чтобы вам отослать. Но он обещал, что он постепенно сделает, потому что его просят французы. И он нарисует какое-нибудь красивое дерево, именно вот ручкой, пером, что-нибудь красивое-красивое. И вот французы у него просят, чтобы он нарисовал и мог им, ну, за какие-то небольшие деньги продавать этот шаблон. Поэтому, может быть, и сделает. Не знаю, как у него будет время. Это же все нужно вот вырисовывать, как он все это вырисовал, пером. И нам нужно купить ручку хорошую, потому что его ручка уже, так как он не рисовал давно, засохла. И он говорит, буду рисовать, потому что это его, скорее всего, отвлечет от работы. Хотя он снова книгу начал писать, роман новый начал писать. Вот такой у меня муж. Так что мы не забыли о просьбе. Что я готовлю сегодня на ужин? Я готовлю синенькие баклажаны. Я их приготовила заранее в духовке. Они уже почти запеклись с оливковым маслом. Не почти, а они, смотрите, какие они сочные, мягкие. С оливковым маслом и травами прованса. И сейчас я на них добавляю томатную пасту, паприку и сыр пармезан и запекаю. Можно еще добавить, подождите, кусочки курицы, которые замаринованы, например, в карри или в горчице. А можно просто добавить фарш. И получается очень-очень вкусно. Можно, кстати, сразу взять соус баланез с фаршем и добавить на синенькие. Будет тоже очень вкусно и быстро. И как сэкономить время на ужин? Просто сделать заготовку, запечь баклажаны заранее. И потом, когда придете домой, просто-напросто нанести соус, фарш, сыр и в духовочку. Очень легкий, вкусный, полезный ужин готов. Это у нас углеводы и клетчатка в виде готовых овощей. Зачем соус? Чтобы было приятно. И сенсорное насыщение. Немного жира в виде оливкового масла. Использовать лучше пульверизатор и сыр пармезан. И какой-нибудь белок в виде курицы или легкого фарша. Можно также добавить кусочки подкопченого туфу. И все, отправляем в духовку. Вау! Очень нежные и вкусные. Прям просто супер! Вот такой ужин. Субтитры создавал DimaTorzok